Добрый день, уважаемые гости! Компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Тему вебинара вы видите на экране. Здесь же расположены наши контакты, то есть адрес электронной почты, телефон и адрес сайта. Приглашаем вас его посетить, там много интересных материалов есть, много чего почитать. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, можно прислать их любым удобным для вас способом. Если вы присылаете нам вопросы в электронном формате, то в этом случае у нас будет больше времени на ответ именно конкретно по вашей ситуации, то есть касательно ваших конкретно вашего примера. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева, контакты вы видите тоже на экране. Если вдруг у кого-то из вас не оказалось возможности целиком прослушать вебинар или неудобно оказалось время, то немного попозже мы выкладываем записи и можно посмотреть это уже в записи. Тема нашего сегодняшнего вебинара это проверка контрагента. На самом деле сейчас достаточно много и сервисов по проверке контрагента и проверку контрагента требует проводить и налоговая инспекция и сейчас вот банковские организации. Чем отличаются эти проверки, что это такое, мы сегодня поговорим, на что повлияет проверка и чем отличается проверка банковская, то есть с платформы «Знай своего клиента» от других каких-то запросов. То есть мы поговорим, что такое проверка именно на банковской платформе, как влияют рейтинги, на что они влияют и если вы не согласны с рейтингом, как его можно оспорить, как проверить контрагента, ну скажем так, чек-лист ключевые точки, в какой связи налоговая инспекция находится с банковской платформой, как налоговикам доказать, что мы проявили все варианты должной осмотрительности, как действительно проявить эту должную осмотрительность и что есть в ЕРП для того, чтобы подстраховаться и постелить себе соломки. Мы будем смотреть сегодня нормативные материалы, то есть нормативные требования через слайдики, которые у нас есть и будем переключаться на демо-версию базы ЕРП. Сейчас я перейду в нее, то есть вот она у нас, на что хочу обратить внимание, смотреть мы будем на примере ЕРП 2.5.8, это релиз, где его можно посмотреть, вот у нас вверху верхняя панелька, вот по такой пиктограмме мы можем вызвать меню и нас будет интересовать информация о значок и о программе. То есть если мы переходим таким образом, то мы видим параметры своей конфигурации. Почему это важно сейчас? Потому что, например, ЕРП 2.5.4 функционал в принципе тот же самый, то есть функционал не сокращен, но скомпонован немножко по-другому, то есть немножко в других разделах будут располагаться отчеты, там и некоторые другие сервисы. Поэтому нужно обращать внимание на то, какой у вас релиз программы, на каком вы работаете. Снова возвращаемся к нашим слайдикам и поговорим теперь, чем же отличается проверка через вот этот сервис, то есть который знает своего клиента, который использует Центробанк и банковские организации. С первого июля, то есть практически с прошлого месяца, начала работать платформа для банков. Делаю именно акцент на том, что это для банков, зная своего клиента. То есть это сервис, который анализирует достаточно много показателей и дает информацию о том, причастен ли бизнес ваш, то есть именно совокупность операций, переводов, регистраций, то есть достаточно много параметров к сомнительным операциям по отмыванию или по обналичиванию денег. Это сервис Центробанка, то есть Банка России, который призван давать банкам, то есть кредитным организациям, информацию о том, насколько рискованно иметь дело с конкретным контрагентом, с конкретным юрлицом. И соответственно в этом случае все клиенты делятся на три группы. Почему нам важна именно банковская платформа? Потому что в этом году банки получили более широкие полномочия по приостановлению счетов, по блокировке. И соответственно сейчас многие компании столкнулись с тем, что либо получили уведомление о том, что их предприятие отнесено к высокой зоне риска, либо соответственно имели какие-то другие проблемы. Соответственно это потеря времени на доказывание, что мы делаем пушистые. Ну и соответственно финансовые потери, потому что где-то может быть штрафы возникли, где-то из-за приостановки несвоевременной оплаты нужных платежей. Ну то есть соответственно какие-то финансовые последствия. Эта платформа будет делить клиентов на три категории, на три группы, так сказать, с присвоением цветовой градации. То есть будет зеленая, желтая и красная группа. И в зависимости от оценки, какую группу попала ваша компания, банки будут определять режим работы с конкретным клиентом, то есть с вами. Платформа ЗСК, то есть знаю своего клиента, сейчас располагает очень большим информационным банком. То есть туда входят сведения о почти что 7 миллионов юрлиц и ипистов. Обратите внимание, рассматриваются организации, то есть юрлица и ип. Использование физических лиц этой системы не рассматривает. То есть если это самозанятые или просто физические лица, то в этом случае под анализ вот этой системы, зная своего клиента, такие лица не попадают. Соответственно, поскольку Банк России получает информацию со всех источников, то у него больше всего данных и распределяет на группы именно он. И уже после этого дается рекомендация региональным кредитным организациям, что делать с тем или иным клиентом. Обращаю ваше внимание, что автоматом здесь ничего не присваивается. То есть нужна совокупность совпадений по каким-то признакам для того, чтобы вашу компанию отнесли, например, в повышенную зону риска. Ну, например, естественно, как в светофоре, в дорожном движении, зеленая – это самая надежная группа, которая реально имеет какой-то бизнес, какие-то выполняет операции и не участвует ни в каких сомнительных операциях, переводах и так далее. То есть в этом случае банки обязаны оказывать им содействие, они не могут отказать в открытии счета. Ну, то есть это, скажем так, привилегированная группа, но есть опять небольшая ложечка дегтя. То есть если контрагентом у зеленой организации выступает такой же зеленый, то есть не из корейского клиента, в этом случае банк не может ни в одностороннем порядке расторгнуть договор, ни какие-то другие санкции применить. Вторая группа – это желтый цвет. То есть бизнес, которому желтый цвет уже присвоили, раньше имел какие-то операции, которые банк счел рискованными. То есть были и обычные операции, и какие-то рискованные. В этом случае компании, которые попадают в желтую группу, берутся на заметку, и если будут осуществляться какие-то подозрительные с точки зрения банка счета, оплаты по счетам, то они могут быть приостановлены до выяснения. Ну, самое распространенное, например, когда вы платите какому-то своему партнеру, не зная, в какую группу он отнесен, там в зеленую или в желтую, и банк у вас запрашивает сведения, там запрашивает вас договор с этим клиентом, с конокопию, запрашивает какие-то более подробные сведения об операции, то есть за что вы платите и так далее. Ну и третья группа – это красный цвет, то есть, соответственно, это операции, которые наиболее рискованные проводят сделки. Возможно, фирмы-однодневки или отмылочные какие-то компании, которые по разным признакам попали в эту группу. В этом случае по расчетным счетам таких организаций банки могут блокировать операции, и такие контрагенты смогут только выплачивать зарплату или оплачивать налоги. Ну, соответственно, и обычные налоги, и зарплатные, то есть пенсионный фонд, суд страх и так далее. Кто принимает решение об отнесении юридического лица к какой-то из этих групп? Принимает такое решение Банк России. И принимает он такое решение не по одному какому-то признаку, а по совокупности критерий. Ограничительные меры по работе с денежными средствами таких организаций тоже применяются только в том случае, если он отнесен не просто к группе высокого риска, а отнесен и регуляторам, то есть Банком России, и кредитной организацией, то есть вашим банком. Здесь есть одна, в общем-то, такая немножко успокоительная пилюлька, что если вы попали в красный список, то кредитная организация, то бишь ваш банк, обязана в течение пяти рабочих дней проинформировать вас о том, что вы попали в группу высокого риска, то есть что Банк России отнес вашу компанию к группе риска и, соответственно, должна разместить или указать вам ссылки, по которым ваше предприятие попало в этот список. И сообщите в перечне ограничительных мер, которые будут применены для вашей компании. То есть, соответственно, это могут быть либо блокировки каких-то операций, то есть когда вы можете выплатить зарплату только и налоги, либо это могут быть какие-то более подробные документы, которые банк сейчас будет требовать, ну, то есть он должен сообщить о том, какие меры будут к вам применены. Для того, чтобы выяснить, не вляпались ли мы куда-нибудь, нужно делать запрос. То есть банки самостоятельно не обязаны сообщать клиентам, в какую категорию они попали. Ну, естественно, исключение это, если вы попали в красную группу. В этом случае банк должен вас уведомить о том, что вы туда попали и, соответственно, вот дать информацию, про которую я только что говорила. Все остальные компании могут просто подать запрос в свой банк с просьбой указать, в какую группу ваше предприятие отнесено и какой статус у вашей группы. Отказать в таком запросе банки вам не имеют права, поскольку эта информация считается открытой, то есть информация о рисках открытая. Это регулируется законом от Центробанки, статья 9.1. То есть это не налоговый кодекс, не Минфиновские документы, это закон от Центробанки. Обращаться вы можете хоть каждый день по 10 раз, то есть количество обращений не ограничено, поэтому вы можете, собственно, отслеживать, ну, как бы в онлайн формате изменения своего статуса. То есть, ну, во всяком случае, это следовательно делать перед составлением отчетности, сдачей каких-то документов, ну, может быть, там на получение кредитов и так далее. Кроме банковских счетов может быть обращено ограничение и на имущество клиентов. Значит, делается это в таком случае, когда в зону риска попали предприятия, попало, вернее, предприятие и у регулятора, и у кредитной организации. То есть, когда оба этих объекта отнесли к красной категории организацию, независимо друг от друга. Ну, здесь опять же действует то правило, что кредитная организация, то есть ваш банк, должен в течение пяти дней после попадания вашей компании в красную зону вас об этом проинформировать. То есть, это не так, что мы сегодня утром проснулись и все пропало. Но срок на самом деле достаточно сжатый, и нужно сразу кричать пожар и принимать действия для того, чтобы доказать, что вы на самом деле не домашняя фирма, например, Бенгладена. Если вы все-таки получили такое предупреждение, то вы можете обжаловать это решение в межведомственной комиссии при Банке России. Обратите внимание, не налоговая инспекция, не администрация вашего банка, а именно межведомственная комиссия при Банке России. Вот в эту комиссию входят уже все достаточно известные наши фискальные, так сказать, компании, то есть финмониторинг, таможенная служба, уполномоченные по правам предпринимателей, ну, то есть, короче, достаточно широкий перечень организаций, которые входят в эту комиссию. Если юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю с низким уровнем риска банка не вправе отказать, например, в открытии счетов, проведении операций, то здесь есть одна оговорка. Только в том случае, если контрагентом вашей компании является тоже низкорисковый клиент. То есть, это зависит не только от вас, но и от ваших партнеров. Если вы, например, в зеленой зоне оплатите контрагенту, который попал в красную зону, то здесь могут начаться сложности. Ну, собственно, самый такой, наверное, проблематичный вариант развития событий, это если ваша организация, например, столкнулась с тем, что банк в одностороннем порядке закрывает счета вашей организации. В этом случае, соответственно, если у вас есть какие-то кредитные продукты, то банк может потребовать от вас досрочного закрытия, то есть досрочного погашения таких обязательств. Ну, это кроме того, что могут быть приостановлены счета. В этом случае, ну, как бы банковский беспредел, в общем-то, предусмотрено, что он не должен наступить, поскольку банк использует информацию и свою, и регулятора. То есть он и сам проводит оценку, и ориентируется на данные Банка России. И только если эти критерии, то есть эти оценки совпадают, тогда операции по расчетному счету компании могут быть прекращены. Ну, вообще на практике самая, как бы, обычная ситуация, что попасть в какую-то, ну, в зону риска гораздо проще, чем потом от этого отбиться и добиться того, что у вас из этой группы риска выведут. Значит, для того, чтобы оспорить отнесение своей компании к повышенной группе риска, необходимо подать заявление и документы, которые вы хотите, чтобы комиссия рассмотрела. Так же, как и любую отчетность, это можно сделать по почте, либо через сайт ЦБ. В этом случае это будет бесплатно. Вот уже межведомственная комиссия, она может принять решение об исключении вашего предприятия из такого списка, то есть отменить решение банка. И в этом случае действует срок не позже одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения. То есть это регулируется 115-м законом, 115 ФЗ, достаточно давнишим, то есть он был принят в 2001 году, но тем не менее, вот он касается и данной ситуации. Если же комиссия рассмотрела ваше возражение, но оставила в силе решение ЦБ, то в этом случае вам только обращаться в суд. Ну и соответственно, здесь уже потребуется грамотный юрист, который подберет перечень документов, которые, ну, может подтвердить о том, что вы на самом деле белое пушистое предприятие, а не злобный спонсор терроризма. Ну и соответственно, другого варианта решения такой ситуации, кроме как подавать документы в суд, к сожалению, в этом случае не получится. То есть другие варианты отсутствуют. Теперь давайте разберемся, чем же проверка, вот зная своего клиента, отличается, например, от проверки контрагента, которую использует достаточно широкая линейка компаний. То есть есть проверка контрагента, на которой настаивают налоговые органы, и которая призвана доказать, что предприятие проявляло должную усмотрительность. проверка точно так же, как и банковская, рекомендуется ее делать, ну, во-первых, перед сдачей отчетности, во-вторых, если у вас есть какие-то крупные сделки, которые вы планируете провести, значит, в этом случае требования и фискальных органов, и, скажем так, собственной безопасности, ну, практически совпадают. То есть нужно, во-первых, проверить контрагента всеми возможными способами, во-вторых, если вы заключаете контракт на предоплату, то есть нужно удостовериться, что деньги, отправленные авансом, не пропадут вместе с компанией, которую вы ее перевели. То же самое касается ситуации, когда вы заключаете договор со срочкой или с рассрочкой платежа, то есть, в принципе, аналогично с договором по предоплате. Ну, и, соответственно, если ваши контрагенты располагаются в других регионах, ну, скажем так, хорошо, если Россия, но вот если это контрагент зарубежный, то вот в этом случае, кроме обязательного требования, будет еще и наложение санкций. То есть будет проверяться, поддерживает ли страна, где находится ваш контрагент, санкции или нет, или они не попадают в список недружественных стран. То есть, кроме того, что банк определяет критерии зеленый, желтый, красный, на добросовестность компании, тоже, так сказать, если проверяешь сам для себя, могут указывать такие признаки, как регистрация по месту массовой регистрации, хотя на практике вот это не всегда, скажем так, однозначно толкуемые критерии, потому что многие компании снимают офисы, например, в офисных центрах, то есть, когда юридический адрес один и тот же, отличаются, например, только кабинеты. Второй момент, второй признак, когда следует насторожиться, это если и директором, и главным бухгалтером является одно и то же лицо. То есть, это в первую очередь указывает на то, что эта компания, ну, первая, либо просто какая-то техническая, либо это маленькая компания, которая, если берет на себя по договору обязательства, не факт, что может их выполнить. Ну, и следующий критерий, по которому можно сориентироваться, это если у компании менялись виды деятельности. То есть, виды деятельности можно посмотреть в открытом доступе, в сведения о регистрации, там указано, когда предприятие меняло виды деятельности и какие. То есть, например, если было зарегистрировано строительство, там, например, строительство офисных зданий и помещений, а потом добавилось там выполнение каких-нибудь дополнительной работы, там, ну, не знаю, отделочные, дизайнерские и так далее. То есть, это еще можно понять. А если у компании было производство строительных работ, а потом добавляется вышивка кружевом, то здесь, конечно, нужно и настражиться. Второй момент, это то, что можно тоже проверить самостоятельно, это наличие задолженности. То есть, соответственно, если у компании есть большие кредитные обязательства, то это тоже должно насторожить. И если компания была зарегистрирована непосредственно перед заключением какой-то крупной сделки с вами, это тоже такой тревожный показатель. Чем отличаются разные виды осмотрительности? То есть, раньше налоговая инспекция требовала подтверждения о том, что компания проявила должную осмотрительность. Это понятие подразумевало под собой, что компания имеет возможности, способы на исполнение тех работ, на исполнение этого договора. То есть, если это, например, заказ на производство какой-то продукции, то у предприятия должно быть зарегистрировано, ну, например, какое-то имущество, ну, то есть, люди, которые могут выполнять этот заказ. Ну, то есть, нужно было запросить у компании дополнительную информацию по этому вопросу. Ну, естественно, чаще всего обычные добросовестные компании такую дополнительную информацию предоставляют без задержек и, собственно говоря, с пониманием. Теперь нужно уточнить, что такое крупная сделка. То есть, когда нам надо особенно беспокоиться и, собственно говоря, дополнительные какие-то действия предпринимать. Ну, крупная сделка – это либо одна сделка, либо цепочка сделок стоимостью свыше 25% стоимости актива общества. Ну, то есть, бывает ситуация, когда, например, собственники бизнеса в учетной политике, в других локальных актах ограничивают понятие крупной сделки, ну, например, какой-то цифрой. В этом случае требуется обратить внимание на то, что при совершении крупной сделки директор самостоятельно сам не может подписать договор на проведение такой сделки. То есть, в этом случае должно быть обязательно решение собственников организации, то есть, учредителей об одобрении такой сделки. Без такого решения подпись директора под договором о крупной сделке будет недействительная. Ну, естественно, рекомендуется сделать письменный запрос налоговой инспекции по месту нахождения клиента. Вот это больше уже, наверное, относится к ритуальным, так сказать, действиям, потому что письменный запрос налоговой инспекции, если это добросовестные контрагенты, ну, например, имеют хорошую репутацию и не попадают под действия и под признаки однодневки, то такой запрос может, наоборот, сыграть отрицательную роль в ваших контактах. Но для судов такой запрос расценивается как проявление должной смотрительности, то есть, как минимум, применить меры, которые обычно налоговая инспекция применяют, то есть, непринятие расходов, отказ в возмещении НДС, что-то еще аналогичное, в этом случае уже налоговики просто так не смогут. Следующий вопрос. Как проверить контрагента, так сказать, на практике? То есть, что мы должны сделать, если мы действительно сами для себя хотим подстраховать какую-то сделку, ну, и снизить риски, того, что компания потерпит убытки. Ну, первый, так сказать, первый шаг – это запросить у потенциального клиента копию основных документов. Что это такое, зачем это делать? На самом деле, в открытом доступе, то есть, на разных сайтах в EGRU содержатся данные о должностных лицах, ну, то есть, об уставе и так далее. То есть, в этом случае запрашивается чаще всего полномочия руководителя, то есть, что его полномочия действующие, что срок его полномочий не истек, и, соответственно, подтверждается это обычно решением собрания учредителей о продлении полномочий директора, потому что вполне возможно, что, несмотря на то, что выписки EGRU он указан как действующий, например, срок действия его полномочий истек вчера, а сегодня уже назначили другого директора. Проверить немассовый или адрес контрагента. Вот это, к сожалению, как я уже говорила, не всегда является помощью при реальной оценке обстоятельств, потому что даже если это массовый адрес регистрации, совершенно не факт, что этот контрагент не арендует действительно по данному адресу какие-то офисы или помещения или так далее, потому что не все существующие нынче предприятия имеют собственную, например, недвижимость. Обязательно проверить полномочия директора, не было ли он дисквалифицирован, потому что если директор попал под дисквалификацию, то это грозит не только при заключении договора на какую-то крупную сделку, поставку, но и при сдаче отчетности в налоговый орган, потому что весной этого года был принят перечень признаков, по которым налоговая инспекция вправе не принять отчетность, то есть когда налоговая инспекция будет читать отчетность непредоставленной, несмотря на то, что вы ее своевременно отправили и получили уведомление о том, что она в налоговую инспекцию попала. Значит, в этом случае один из пунктов, по которому налоговики могут отказать в принятии отчетности, будет дисквалификация директора, то есть если, например, вы сдали декларацию по прибыли, подписанную его электронно-цифровой подписью, нормальной, с нестекшим сроком, квалифицированной, а в этот период у нее была действовала дисквалификация, в этом случае ваша отчетность признают не сданные, соответственно, все последствия, то есть пение, штрафы за несовременную сдачу и так далее. Следующий момент, это уточнить, к какой категории бизнеса относится ваш партнер, то есть если он входит в список МСП, то есть малое и среднее предпринимательство, то в этом случае у него есть какие-то дополнительные преференции, но только касательно сдачи отчетности, формы, например, он может применять упрощенную форму бухгалтерской отчетности, а если он относится к микропредприятиям, а сделку вы совершаете например на 100-120 миллионов, то совершенно понятно, что эта сделка будет эффективной, то есть микропредприятие не сможет обеспечить например производство продукции на такую сумму или соответственно у нее не будет достаточного количества работников, потому что в этом случае предприятие не будет размещено в этом реестре. Если же мы все проверили и все выглядит вполне себе прилично, то есть видно, что предприятие действующее может выполнить условия договора и так далее, то в этом случае мы можем смело заявлять о том, что мы проявили должную осмотрительность. требования о появлении должной осмотрительности действуют давно, с 2006 года, например, в 2006 году было достаточно просто формально запросить устав, запросить свидетельство о регистрации постановки на налоговый учет и приказы назначения директора главбуха. Сейчас этого, к сожалению, уже недостаточно и список того, что должно предприятие предоставить для подтверждения должной осмотрительности гораздо шире. Налоговая инспекция в марте прошлого года уточнила, что подразумевается под должной коммерческой осмотрительностью. Обратите внимание, там термин был должная осмотрительность, а в этом письме звучит уже коммерческая осмотрительность. Ну, соответственно, как вы видите, перечень уже достаточно расширен по сравнению с должной осмотрительностью. На самом деле это одно и то же в общем-то понятие, но для подтверждения коммерческой осмотрительности требуются более подробные данные. Ну, скажем так, проверка деловой репутации это еще более-менее реально проверить возможность исполнения его обязательств по договору это уже более сложное мероприятие, потому что, например, если вы анализируете отчетность, то есть, например, бухгалтерский баланс, там могут быть одни показатели, а предприятие через месяц-два после подачи годовой отчетности влезло в какую-нибудь сомнительную сделку и на текущий момент близко к банкротству. Наличие материально-технических и кадровых ресурсов это понятное дело, то есть, это должно быть наличие работников. Опыт. Ну, вот это тоже достаточно размытое понятие, потому что, как оценивать опыт? Если предприятие организовано, например, год назад или полтора года назад, это совершенно не значит, что у него нет опыта, такой деятельности, что там могут быть очень высококлассные специалисты и, ну, то есть, опыт, так сказать, это более размытое понятие. Ну, и самый такой, наверное, вызывающий споры параметр, это история взаимоотношений предыдущих собственников. Ну, это касается, если у вас сделка крупная, ну, и что значит история взаимоотношений? Вы можете по регистрационным данным проверить, была ли смена собственников компании, то есть, были ли выходы из учредителей или наоборот кто-то добавлялся, но это только фиксация юридического состояния, а история взаимоотношений, ну, можно, конечно, это тоже распечатать, но согласитесь, это не совсем одно и то же. ну, такой небольшой чек-лист, в общем-то, о том, как доказывать коммерческую осмотрительность после вот этого письма от налоговой инспекции. В принципе, здесь практически достаточно разумные требования и, собственно говоря, все из этого можно выяснить. Ну, соответственно, это нужно выяснить адрес, где расположены офисы, где расположены производственные мощности, где складское хозяйство, контрагента, запросить у организации копии документов, которые подтверждают, что у него есть достаточно материально-технические трудовые ресурсы. Ну, это фактически оборотно-сальдовая ведомость по 0,1 счету, по 70 счету, но по 70 счету здесь, к сожалению, так просто не получится. Здесь, скорее всего, нужна будет какая-то справка от организации, потому что все-таки оборотка по 70 счету содержит персональные сведения, которые предприятие обязано защищать. Ну, возможно, что это, если строительная организация, что это свидетельство о членстве в СРО, ну, то есть любые документы, которые подтверждают, что предприятие имеет техническую возможность для исполнения сделки. Ну, естественно, на практике в первую очередь со своими менеджерами нужно выяснить, как они нашли этого контрагента, может быть, кто-то посоветовал, может быть, ну, то есть откуда они взяли сведения об этом партнере, были ли с ним до текущего момента какие-то транзакции, как они выполнялись, соблюдались ли условия и так далее, и так далее. Ну, естественно, условия договора должны быть для руководителя компании, то есть не откровением божьим, а тем, что он знает, прорабатывал, то есть он должен быть знаком с условиями контракта. Подтвердить то, что руководитель в курсе такой сделки могут письма, то есть это переписка по электронной почте, обмен какой-то корреспонденции, например, там прайс-листы, коммерческое предложение, ну, то есть переписка, которая сопровождает любую реальную сделку. Информация контрагентов из открытых источников, ну, в том числе сайта налоговой инспекции, есть достаточно много и очень неплохих ресурсов, где размещены максимально подробные сведения, то есть и выдержки из регистрационных данных. Мы чуть-чуть попозже поговорим про эти источники, про эти ресурсы и поговорим, что можно сделать. То есть есть часть платных ресурсов, есть часть бесплатных ресурсов. в программном обеспечении 1С есть дополнительные доработки, которые позволяют вести проверку контрагентов. Мы к этому тоже чуть-чуть попозже вернемся, но на самом деле и встроенные обработки, которые есть 1С и внешние ресурсы. Это все желательно сохранять, чтобы потом можно было по требованию налоговых органов это дело предоставить уже в скомпонованном виде, а не бежать срочно в интернет и цеплять то, что первое попалось под руки. Ну, естественно, если у вас проходят какие-то крупные сделки, ну, например, строительные или еще что-то, или с гос, с муниципальными образованиями, в этом случае договора на выполнение должны быть согласованы с государственными органами власти, либо муниципальными, ну, соответственно, если такие сделки, этого требуют. Ну, и плюс ко всему у вас, например, если в компании разработаны какие-то локальные нормативные акты, ну, например, что вы должны проверить, ну, если это строительная организация, например, какое строительство оно ведет, например, индивидуальные жилые дома строят, или многоквартирные, ну, то есть должен быть подход одинаковый до определенной точки, естественно, для всех контрагентов, то есть не то, что вот для этого конкретно вы собрали полное досье, а про этого только изобразили деятельность, то есть должны быть выполнены требования, которые касаются всех ваших контрагентов. извините, перескочила через один слайдик, следующий слайдик, это какие сделки не стоят, ну, как бы заранее, не то, что не стоят, а нужно заранее иметь в виду о том, что это заведомо рискованные сделки, то есть, например, если у вас идет производство строительных материалов, а вы вдруг заключаете большой контракт на изготовление средств индивидуальной защиты. Обязательно нужно обратить внимание на аффилированность лиц и на цену сделки, то есть налоговая насторожится в любом случае, если цена сделки будет отклоняться от рыночной больше, чем на 20%. Ну, естественно, если руководители вашей компании и вашего партнера аффилированные лица, то есть, соответственно, список аффилированных лиц у нас тоже достаточно давно в тюрьме. Обязательно должны фиксироваться этапы работы и выполнения обязательств по контракту, то есть, например, если это строительство, то должен быть обязательно акт о передаче подрядчику строительной площадки, на чем вы строите. В лучшем случае налоговая посчитает, что это был либо хрустальный мост, либо воздушный замок. Ну, и смотреть, что если вы составляете какие-то документы, достаточно часто практика, что составляются документы задним числом, но в этом случае, чтобы даты были в хронологическом порядке, не оказалось, что сначала акт выполненных работ, а потом после него уже заявка на выполнение работы. Ну, и, соответственно, оплата должна быть какой-то реальной, то есть, чтобы это не было оплатой какими-то неликвидными векселями или правами требований, инновацией, когда партнерам, то есть, ответчикам по такому договору выступает заведомо банкротная ситуация, банкротная организация. Ну, и, соответственно, обязательно нужно проверять, чтобы соблюдали сроки оплаты, то есть, самый, как сказать, важный материальный момент. И сразу нужно предусматривать, что если ваш партнер в какой-то ситуации нарушает сроки оплаты, то есть, например, не платит деньги, то какие меры вы можете принять, имеется в виду именно действенные меры для того, чтобы взыскать с вашего контрагента задолженность. Итак, в общем-то, всю вот эту информацию можно сгруппировать вот в такой чек-лист. Обратите внимание, что проявление должной коммерческой осмотрительности. То есть, сейчас применяется термин не просто должная осмотрительность, а должная коммерческая осмотрительность. То есть, первый пункт чек-листа это собрать все документы, которые есть при регистрации контрагента, то есть, устав, договор о создании его общества, о назначении директора, ну, то есть, учредительные документы о создании этой компании и о назначении ее руководителей. Запросить выписки, ну, то есть, проверить, что контрагента нет долгов по налогам, это все информация, которая размещается в открытом доступе. Проверить, что он находится по месту регистрации, значит, в этом случае это может быть либо юридическое, юридический адрес, либо он может вам предоставить договор аренды, что он там арендует какие-то помещения офисные или производственные и так далее. То есть, проверить наличие сайта, проверить наличие переписки, вот, обратите внимание на следующий пункт, это стоит проверить, есть ли письмо контрагента с заверениями о возможности исполнить сделку. То есть, нужно своевременно озаботиться обменом такими письмами. В этом случае получается досье на вашего контрагента и, соответственно, уже есть полностью основания для того, чтобы доказать через суд о том, что вы предусмотрели, ну, казалось бы, все, кроме мировой революции, к вам претензий быть не должны. Теперь поговорим, как это можно осуществить в ERP. Ну, на самом деле, не только в ERP, во многих конфигурациях это можно использовать. В ERP есть интегрированный сервис, который позволяет через интернет проводить проверку контрагента по ИНН. сервис на самом деле очень удобный. Сейчас мы посмотрим с вами на домобазе, как это работает. На самом деле, этот сервис доступен для подписчиков ИТС проф бесплатно. Для подписчиков ИТС техно он платный, но деньги на самом деле очень скромные. То есть, годовая подписка на 12 месяцев будет стоить порядка 4800 рублей. То есть, если поделить на месячные платежи, то получается более чем скромно. А сервис на самом деле позволяет не только проверить контрагента, но и упростить работу бухгалтеров по вводу новых юрлиц. Мы чуть-чуть попозже перейдем, посмотрим этот сервис. Я уже покажу это, так сказать, не на пальцах, а на программе, как делается. Итак, как вы видите, мы сделали ссылочку, что если сервис включен и работает, то соответственно в карточке контрагента будет отображаться статус. Один из его, то есть, одно из значений этого статуса будет, что контрагент есть в базе, не подлежит проверке по данным ФНС, по данным ФНС не существует, например, если менялся КПП, то это может быть переезд или перевод бизнеса в другой регион. То есть, вы видите перечень статусов, которые можно будет посмотреть при проверке контрагента налоговой инспекции. Как нам перейти и посмотреть это все дело на живой программе? Вы видите слайдик, где находится запуск этого. Естественно, при условии, что у вас такой сервис подключен. Это меню инсы и администрирования. Там есть раздел интернет-поддержка и, соответственно, стоит чекбокс на проверке контрагента. Давайте мы с вами туда перейдем. То есть, я перехожу в демо-базу. Вот он наш раздел МСИ и администрирование. То есть, нормативно-справочная информация и администрирование. И теперь здесь у нас соответственно может быть мы можем посмотреть то, что уже нас заинтересовало. Я сейчас снова вернусь к нашему слайдику. Вот. То есть, проверка контрагента. вот он у нас. Практически и в ERP, и в ОПП, и в комплексной. Такая возможность есть. Хочу снова вернуться в демо-базу и показать вам немножечко еще то, что у нас здесь можно подключить сервисов сервисов администрирования. То есть, в каждом разделе я немножечко отвлекусь от основной темы и чуть-чуть расскажу здесь. То есть, это активация из каждого подраздела, то есть, вот эти подразделы, которые мы видим на желтом поле через МЦИ администрирования, в этих блоках мы либо включаем, либо отключаем использование каких-то дополнительных функций. Причем в ERP, в отличие от бухгалтерии, эти блоки именно активируются. То есть, если в бухгалтерии при запуске есть все блоки, которые там присутствуют, то здесь ситуация кардинально отличается, то есть, эти блоки активируются дополнительно. И если вы первоначально не вошли в этот раздел, что-то не активировали, то это не значит, что в программе это невозможно сделать и невозможно, например, посмотреть. Самый такой яркий пример, ну это вот, например, давайте возьмем продажи. В этом случае через меню МЦИ администрирования активируется раздел по работе с оптовыми продажами, с розничными продажами, торговыми представителями. Ну вот, например, если оптовые продажи мы раскрываем, то здесь, соответственно, активируется, например, работа с заказами клиента, работа с заявками на возврат, ну то есть, видите, достаточно много, активируется работа с коммерческими предложениями, с агентскими договорами, то есть, принцип построения во всех остальных подразделах такой же, то есть, при первоначальной настройке, если можно так сказать, грубой настройке, активируются какие-то разделы учета, и уже затем через, так сказать, подменю активируются более тонкие условия, ну то есть, можно посмотреть, что там более тонко можно настроить. Давайте снова вернемся к нашим слайдам. Соответственно, ну это опять же, если сервис включен, то вот, что мы можем посмотреть. Как это выглядит в нашем случае? например, вот возьмем опять же продажи, поскольку здесь наиболее, так сказать, клиенты, которые являются в нашем случае покупателями. Хочу обратить внимание, что справочники, ну, например, клиенты могут быть и в разделе продажи, и в разделе закупки, все зависит от того, какой статус контрагента при заполнении карточки там указан. то есть, если у нас стоит в карточке, что предприятие является покупателем, ну вот возьмем, например, первое, что попадается, вот альфа протон, что он, например, является покупателем, то есть клиентом, в этом случае он будет отображаться в списке продажи и, соответственно, список клиентов. И если он является поставщиком, то есть, видите, вот эти отметочки, поставщик, конкурент, прочие отношения, то, соответственно, в зависимости от того, какие у нас флажки будут проставлены в этих полях, какие чекбоксы мы выберем, будет понятно, где мы сможем увидеть этого партнера в продажах, в закупках, или это может быть финансовые какие-то договора. и, собственно говоря, обратите внимание, что здесь мы выбираем компанию или частное лицо, то есть, это действует, опять же, то, что можно включить в настройках, это введение партнеров и контрагентов, независимо друг от друга или или в зависимости от партнера. В этом случае партнер, это группировка управленческая, а вот юрлицо конкретно, это уже, ну, например, партнер у нас может быть торговый холдинг, например, там весь мир наш, а к нему будут относиться юридические лица, там, например, магазин номер 35, магазин номер, там еще какой-то и так далее. И, собственно говоря, здесь вот хочу обратить ваше внимание, ну, кроме регистрационных данных, то есть, адреса и телефона, есть возможность указывать взаимодействие, взаимосвязи между партнерами и, соответственно, договора, которые мы с ним используем, то есть, список. Кроме этого, через кнопочку отчеты в карточке контрагента мы можем посмотреть досье партнера. Обращаю ваше внимание, что досье партнера формируется, естественно, по той информации, которая либо есть в самой конфигурации 1С, либо предусмотрена в открытом доступе, там, где программа может получить, то есть, если у вас подключен интернет и так далее, то есть, досье на контрагента формируется вот в таком формате, указываются контактные лица, то есть, с кем, чаще всего, поскольку сведения, например, о клиентах заполняет менеджер, то, соответственно, откуда менеджер взял данные, то есть, видите, вот достаточно большой список того, что с этим партнером можно делать. Эту информацию, то есть, досье партнера мы можем распечатать, можем в электронном виде сформировать и отправить сразу, ну, например, в налоговые органы. То есть, если я формирую досье клиента, видите, у нас есть вот верхний, верхняя линейка пиктограмм, и, соответственно, вот если мы сформировали какой-то отчет, то этот отчет мы можем напрямую отправить, ну, либо нашему контрагенту, либо в налоговые органы, то есть, это уже зависит от того, что мы хотим получить на выходе. Чем сведения из сервиса проверки контрагентов помогают в обычной повседневной работе? В этом случае, соответственно, сейчас это у нас, видите, я открыла не, открыла партнера, то есть, это управленческая группировка, поэтому, видите, у меня здесь указано, что это либо компания, либо частное лицо. Сейчас я попробую открыть другого контрагента, где будет юрлицо, чтобы показать, чем сервис проверка контрагента, который есть в 1С, помогает в ежедневной, так сказать, практике работы менеджеров. Например, 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 вот возьмем контрагента. В этом случае у меня открывается контрагент, то есть, именно юридическое лицо, уже, так сказать, группировка, группировка не управленческая, уже реально существующее юрлицо, и когда мы заполняем, то есть, при подключенном сервисе, когда мы заполняем ИНН, вот по этой пиктограммке, мы активируем этот сервис, и в этом случае все следующие поля, которые есть, ну, если я нажимаю, да, они заполняются, вот, видите, именно так, как это звучит в регистрационных документах, то есть, магазин, партнер, все для дома магазин, а юридическое лицо уже будет заполнено по информации, которая размещена в открытом доступе, в том числе, юридический и почтовый адрес, ну, то есть, вот эта вот вся информация. Во-первых, это более точно, во-вторых, не будет ошибок в написании, то есть, не будет, например, лишних пробелов, лишних кавычек и так далее, или того, что тех написано Т за главная буква, М за главная буква, ну, то есть, вот таких тонкостей, по которым программа может считать, что это разные компании. И, соответственно, для контрагента то же самое, как видите, здесь можно сформировать и досье партнера, то, что мы уже посмотрели с вами, ну, и наиболее, скажем так, актуальная информация, это ведомость расчета с партнерами. Вот, давайте снова вернемся к нашим слайдикам. и, собственно говоря, здесь у нас уже осталось очень немного, то есть, это вот слайд с того, что я вам показывала сейчас только что, то есть, мы просматриваем юридическое лицо, по вот такой пиктограммке мы заполняем сведения, которые есть в регистрационных данных и в журнале, еще раз вернемся в демо-базу. Так, это я пока затронула, нет, нам не надо изменения, то есть, видите, это журнал юридических лиц, и вот здесь есть такие вот пиктограммки, они отличаются цветом, и что эти цвета обозначают, у нас есть расшифровка вот внизу, и возвращаемся к нашим пиктограммам, то есть, это фактически статус контрагента, который, если проверка завершилась неудачно, то, видите, будет вот такая желтенькая пиктограммка, это значит, что либо не было связи с интернетом, либо были какие-то ошибки. Вот такая пиктограммка будет обозначать, что в нашей базе не заполнены какие-то поля, то есть, например, ИНН, КПП, а вот если серая пиктограммка, то это будет обозначать, что контрагент прекратил деятельность, то есть, регистрационные данные на него проверены, были указаны правильно, но работать с таким предприятием нельзя, поскольку он уже прекратил деятельность, причем официально. Еще раз вернемся к нашим, в нашу демо-базу. И здесь еще хотел бы показать один момент, это то, что касается именно карточки партнеров, то есть, вот именно если у вас соблюдена иерархия, партнер и, например, контрагенты, которые у этого партнера входят, то есть, юридические лица, которые входят в состав этого контрагента, то по карточке мы можем указывать, если это, например, холдинговая структура и многоуровневая, то у одного партнера могут быть, как бы так сказать, в подчинении еще и другие партнеры. Но в любом случае, прежде чем начать деятельность с какими-то партнерами, особенно если это реально новые партнеры и так далее, мы должны вспомнить и про светофор, то есть, группы зеленые, желтые и красные, должны вспомнить про должную коммерческую осмотрительность, которую мы можем проверить из 1С и, собственно говоря, заботиться тем, чтобы все это дело, ну, как минимум, скомпоновать в одном файлике или в одной папочке, которую потом при необходимости можно либо распечатать, либо отправить в налоговую в электронном формате. И обратите внимание, то есть, и в партнере, и в контрагенте вот по вот такому значку мы можем прикрепить, например, вот дополнительную информацию, которая не не вошла в 1С, но которую мы подготовили для доказательства того, что мы проявили должную осмотрительность, что мы не попадаем в красный список, что мы зеленые, белые, пушистые, и, соответственно, подстелить себе соломки на всякие случаи жизни. снова возвращаемся к нашим слайдикам, и я хочу вернуться на первую титульную, так сказать, страничку, чтобы показать вам еще раз наши контакты, то есть, нашу электронную почту, телефоны, адрес сайта, и, в общем-то, на этом тема по проверке благонадежности у нас на сегодня закончена. приглашаем вас на следующий наш вебинар, и будем очень благодарны за оценку нашей деятельности, обращения с вопросами и так далее. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok